Он будет связан с фигурой, которая была очень вдохновляющей для Сергея Алексеевича Вронского. Я вам про этого астролога еще никогда не рассказывал, но это не современник Вронского, это вообще какой-то 16-й что ли век, ну то есть это человек, который жил очень-очень от нас давно, но Вронский считал его своим учителем. Это французский астролог, он был очень популярен долгие годы в Европе, его имя Жан-Батист Морен, Жан-Батист Морен. Он издал руководство по астрологии учебник в 13 томах, по Морену училось несколько поколений европейских астрологов, Вронский в том числе. В 13 томах Морен написал учебник руководства по астрологии, а сам он был придворным астрологом, жил в Париже при Королевском дворе. То есть он вращался в высоких сферах тогдашней французской политики, а спрашивается, почему Вронский так любил Морена, потому что у них оказались очень похожие гороскопы. Вы помните, что у Сергея Алексеевича все планеты, почти все, в 12 доме и у Морена то же самое. Давайте посчитаем, это вот гороскоп Жан-Батист Морен де Вильфранш, назывался этот человек, он родился в конце 16 века, был придворным астрологом при французском королевском доме. Вот это все 12 дом. Вот это все 12 дом. Итак, смотрите, Солнце, не знаю видно или нет, 4 градуса рыб, Юпитер 4 рыб. Морен имел точнейшее соединение Солнца и Юпитера, это замечательный аспект, который дал ему высокую образованность и популярность. Это был один из самых образованных умов того времени. Не только в астрологии, вообще во всем. Но, смотрите дальше, вот она беда. Солнце 4 рыб, Сатурн 12 рыб. То есть у него Солнце в соединении с Сатурном, а дальше стоит Луна рядом с Сатурном. И у меня вопрос, сколько формул темницы... Вчера правильно ответили. Пожизненно. Сколько? Каждый аспект считается отдельно. Нет, не 2. Нет. Правильный ответ 4. Почему? Солнце с Сатурном раз. Два. Сатурн с Солнцем три, Сатурн с Луной четыре. Коллеги, соединение сразу дает два показателя. Хотя это одни и те же планеты, но это же два разных правила. Солнце с Сатурном это одно, а Сатурн с Солнцем это другое. А у него еще там Луна. Получается 4 срока, как говорят у нас. Дело в том, что каждый показатель, давайте запишем, это важно, это отдельный срок. Отдельный срок заключения. И Морена периодически кидали в Бастилию. Бастилия, это у них была такая знаменитая в центре Парижа, знаменитая тюрьма, которую разрушили во время Великой Французской революции. С этого революции началась. Его кидали в Бастилию, но потом выпускали. Он 4 раза сидел. А почему Вронский вдохновлялся Мореном? Потому что у него такой же страшный гороскоп, как у Морена был. И Вронского эта история морально вдохновляла, что типа человек со страшным гороскопом полжизни в тюряге выжил и дожил до старости и умер не с проломленной головой в камере, а умер своей смертью. Ну то есть он как бы подражал Морену, что типа тюрьма тюрьмой, а жизнь продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok